будешь помидор тигры помидоры не едят все курдюк потеряли мы вот это я и ждал я лично такого не видел это какой-то будет особый рецепт я так понимаю да нужно еще по 50 как минимум и мы решили сегодня приготовить кашлому по моему рецепту а то есть она какая-то другая ну да она не такая как у всех там будет уже если честно когда готовлю что-то добавляю свое помидор 100 я сейчас все объясню всем привет дорогие друзья вы снова на канале бон аппетит лайф и сегодня я проездом был в соседнем городе встретил своего друга и мы решили сегодня приготовить что-нибудь вкусненько в частности сегодня будет готовить мой друг зовут его сергей всем привет готовит отменно друзья сегодня что будем готовить будем готовить хашлому по моему рецепту а то есть она какая-то другая ну да она не такая как у всех там будет чуть другой вид мяса и по-другому будет готовиться то есть она будет сначала зажариваться а потом уже тушиться а то есть процесс будет очень интересный друзья также я хочу вам порекомендовать его канал это не реклама поверьте мне просто парень готовить от готовит очень отменно вкусно я как-то пробовал но тогда у него не было еще канала просто мы повторюсь мы друзья поэтому сегодня оставайтесь с нами подписывайтесь обязательно на его канал все ссылки все оставлю прям под этим видео поддержите лайком подпиской а мы начинаем оставайтесь с нами мурат рад тебя приветствовать брат спасибо спасибо дорогой ну как говорил мой брат жорик я уже чуть научился да что ничего не получится если не сделать 50 грамм давай за встречу первое что нужно съесть хлеб сыр я тоже хашлому как бы готовлю я просто мне интересно ты говоришь я буду обжаривать я лично такого не видел сейчас объясню просто я смотрю тут из мяса и голяшки и шейная часть да у нас да это какой-то будет особый рецепт я так понимаю да здесь если ты видишь еще есть курдюк соответственно курдюк дает жир мы его порежем тонкими пластинками на дно казана уложим потом голяшки потом овощи в общем а том что того что ты будешь мне рассказывать я все равно не запомню давай лучше я посмотрю как говорится лучше один раз да а заодно нашим друзьям тоже покажем данный рецепт мурат для этого рецепта нужно начать с курдюка нарежем тонкими полосками я так понимаю это на дно будешь на выкладах это чтобы голяшки не подгорели потому что я сразу не буду никакую жидкость добавлять я дам чуть-чуть голяшкам при жаре так мне больше нравится я не говорю что это правильно не претендую на какой-то оригинальный рецепт просто я люблю когда мясо вначале чуть при жаривается это дает ему чуть-чуть цвет золотистый и вкус насыщенный я считаю что это нормально я тоже если честно когда готовлю почти всегда отклоняюсь от настоящих рецептов и что-то добавляю свое вот так я думаю будет достаточно кстати друзья прежде чем начать закладывать казан удалили все лимфоузлы провели все хирургические операции все у нас чистенько и соответственно будет вкусно начнем закладывать голяшки а потом нарежем овощи сергей а почему вот именно голяшки выбрал ты и шейную часть это мое любимое мясо которое подходит по моему опять же мнению для тушения для варки то есть здесь есть кость которая дает наваристость бульону и вот это мясо получается такое желейное она рассыпается на волокна волокнистое мясо вот я люблю ну а шея это та часть которая конкретно можно укусить да да то есть здесь и косточка есть опять же и мясо есть и но очень нежная тем более ягненок молодой мужская часть называется вот ну и голяшки вот у них даже есть мраморность тоже вот жирочек здесь есть и кушать удобно да у нас сегодня мужская компания на косточке взял укусил косточку обладал кинул и логинать в озеро вот у нас тигра сзади сидячки вот здесь как раз от голяшки чуть-чуть мясо отошло давай первую партию заложим вот так прям по курдюку а ну то есть это даже эстетически красиво выглядит если так взяли вот такой тортик получается ну и серединку положим кусочек шейки я думаю что уже пора нужно еще по 50 как минимум для того чтобы все складывалось замечательно я полностью с тобой согласен мурат с твоего позволения ты старше я хочу сказать тост тост этот будет не красноречивый хочу просто сказать в это сложное время вот за этот счастливый момент за эту природу за эту землю за всех людей в мире за доброту нужно оценить каждый день своей жизни выбираться на природу кушать отдыхать гулять со своими близкими семьями за твою семью будь здоров взаимно спасибо спасибо лук я буду нарезать кольцами потому что мясо будет тушиться долго чтобы он не растушился сильно готовка на природе дело совместно вместе приготовили вместе покушали зато быстро конечно вкусно но без группы поддержки ничего не получилось больше будешь помидор тигры помидоры не едят помидор когда чуть-чуть недоспелый он придает ту кислинку которая нужна в хашламе первый слой мы сделали теперь посолим его солить будем немного лучше потом досолим уже в конце ну и поперчим конечно же брат я заложу пока второй слой мяса порежь пожалуйста еще лук кольцами и точно так же второй слой лучок и вот этот спор еще интересный да между людьми чем заливать хашламу пивом или вином над этим блюдом идут колоссальные споры этому затрагивать эту тему я не буду кому принадлежит это блюдо ну это также как мы вначале говорили это все я считаю дело вкуса хочешь вино налей вино хочешь пиво налей пиво хочешь вообще ничего не наливай на маленьком огне делать там соки сами из него в общем займемся тем делом когда ради которого мы здесь собрались и добавим острые перчики я если честно знаешь сергей как думаю что блюдо не должно делить людей на нации блюдо должно сближать народы потому что за блюдом всегда садятся прекрасные люди говорят друг другу желают красивые тосты слова что может быть лучше а выяснять кто первый придумал какое-то блюдо и кому оно принадлежит дай бог им здоровья и светлой памяти кто придумал но я не думаю что кто-то из народов не знали что какие овощи добавить мясо и больше чем уверен что никто помидор с тусовником допустим не ложит потому что они не сочетаются опачки а вот сейчас начнется а может быть кто-то так готовит помидор с тусовником тоже если что там рецепт подкиньте а итак мурат что мы сделали мы поставили казан то есть сейчас курдюк начнет плавится пойдет жир мясо начнет обжариваться снизу как звук начнет быть очень сильным шкварчат когда мы зайдем туда уже закроем заслонки что в огонь был умеренный чтобы она тушилась сейчас идет процесс обжарку сейчас закроем крышку чтобы овощи пустили сок ну и мясо конечно ну что друзья давайте посмотрим что происходит у нас казани понюхайте пришло время добавить влаги мы используем пиво и мурату и мне нравится по душе пиво живое тут недалеко пивоварная есть они варят но она не фильтром не фильтрованная он хотел полный казан мясо я говорю да мы же не съедим у нас тут два-три человека блин а еще друзья мои подъедут серьезно да я позвал их с таким хорошим человеком нужно ознакомить как можно больше людей упреждаешь тогда этого мало у нас будет еще шашлык из баранины из курицы картошка сыр закуски короче я сегодня не уезжают сегодня суббота домой пойдешь в понедельник простите друзья придется культурно выпить чуть-чуть еще добавим пиво мы залили накрываем крышкой и оставляем на два-три часа но кушать хочется уже сейчас поэтому мурат пойдем жарить шашлык давай я только за шашлык у нас будет из пистолетиков барашка молодая и огненок и вот здесь у нас есть еще крылышки их мы замаринуем оденем на шампур соль перец я только за красота да посолим поперчим прямо на мангар молоденький огненок получается ты с одной стороны жаришь он начинает выпускать масло переворачиваешь масло заходит назад вместе с солью и с перцем и ему этого хватает но он тоненький что здесь мариновать маринад у нас будет простой сначала добавляем масло оливковое нефильтрованное чтобы поднять температуру что курочка позолотилась черный перец молотый сладкая паприка она придаст цвет ее можно не жалеть она не острая просто сладкая и есть еще у нас каенский перец чили вот с ним нужно быть аккуратно ну так как мы любим острое вот так я думаю будет аккуратно острая развивает только аппетит да нет мы с рифа там недавно были в одном месте не успели приехать а там люди уже все приготовили и нас позвали к столу первое что мне дали это острый перец на горь для аппетита а тут и мало съешь ну у нас на кавказе так у нас не ждут что человек быстро покушает и уйдет у нас наоборот хотят чтобы он остался на день на два чтоб съел все что было доме чтоб пойти новые продукты у нас нельзя чтобы человек присел просто за стол у нас надо чтоб приземлился и надолго так что мурат остаешься здесь с удовольствием давай разжигать мангал давай пойдем прошло 20 минут одеваем курочку значит одну фалангу мы одеваем на один шампур фалангу будем одевать на другую шампу это какой-то принципиальный момент ну или чтоб для прожарки да конечно чтобы просто если мы сейчас отдельным сюда вот это здесь мясо больше это пожарится это будет сыро эх что тут у нас посмотрю а тут такой запах стоит запах да хоть и крышка накрыта уже нету сил держаться нету красота когда уже камеры научатся передавать запах картошку мы посекли теперь обмажем ее курдюком для чего для того чтобы когда мы сделаем соль перец на картошку курдюк будет таять и соль перец будет заходить внутрь ну и соответственно я думаю когда будешь солить и перчить соль не будет обсыпаться ну то есть основном она прилипнет прилипнет конечно это же жир так что берите на заметку картошка любит и масло и жир кстати мурат ты видел мой ролик где мы жарили с рифа там карпа шашлык из карпа да видел там он еще что-то так делал нас картошка я также посек обмазал маслом картошку и завернул в фольгу и на мангал то есть она пеклась и сливочное масло за счет того что фольги было 3-4 слоя она входила только в картошку не убегала угля мы подготовили как всегда много но как я уже и говорил много можно разгрести а если мало не откуда не добавить у нас все замаринованное кроме баранины поэтому баранину вот мы подготовили смесь это красный чили перец и соль никакого маринада мясо должно остаться таким какое оно должно до вкус мясо угли у нас сильные поэтому будем крутить часто ничего не подгорело все вот и друзья вот помощь спасибо да самое пекло ну что я думаю уже пора наливать конечно ребята я хочу выпить за мир дай бог чтобы был мы вот так собирали спокойно могли сделать пошла мы могли пожарить шашлык могли друг друга увидеть здравии за всех нас и за мир дай бог дай бог дай бог чтоб все были живы здоровы и дружили самое главное никаких ругать за только веселиться попробуем как курочка и готовилась а за рулем нас будет домой развозить друзья какая курица когда есть такая прекрасная баранина посмотрите сочно мощно смотрите прожарка курицу не кушайте кушайте баранину картошка наша тоже уже подоспела раз два три четыре вся картошечка готова мурат посмотри какая картошка ай красота вот это я и ждал здесь мои друзья находятся у которых я был бесчисленное количество раз в гостях очень кайфую когда у них бываю в гостях но я сейчас живу в квартире только начинаю строить дом и мне некуда позвать своих друзей но благодаря ю тубу теперь у меня есть куда звать своих друзей куда я туда и они опять же пьем второй раза друзей будьте здоровы счастливы я очень рад вас видеть здесь за и мурат и посмотри брат по моему готова уже хашлама наша наш серю кости посмотри насколько раскрылись я думаю что она не то что готова она прям будет ай ай давай вытаскивать и будем пробовать чем удобно голяшки можно мясо вот так брать это думаю в самом начале почему ты взял голяшки серёга оказывается и профессионал корону мы в тарелке сделали теперь самый смак теперь смог шейка голяшка тоже еще одна бульон бульона побольше бульона побольше нужно овощей давай я подержу подержи пока доставать на перчик овощи у нас практически разварились вот здесь есть помидорчик серёга овощи мои дома покушаем доставай мясо давай все шею вот шейка какая красота другую тарелочку положим держи мурат давай зелень какая красота ну что друзья налетайте а мы пока вторую тарелочку сделаем какой аромат друзья вы всегда спрашиваете в комментариях так много готовишь кто это все есть да у меня очень много друзей вот посмотрите какие красавчики рядом со мной это мои братья я хочу поднять первую очередь за них пожелать им здоровья счастья благополучия а в лице своих братьев я хочу пожелать это всем нашим братьям всем кто по ту сторону экрана мир вам благополучия и здоровья будьте здоровы друзья еще раз просто по-братски говорю подпишитесь на его канал поддержите поставьте лайк напишите комментарии напишите открыто чё понравилось чё не понравилось а мы продолжим сегодня наш вечер очень благодарен что вы были сегодня с нами всем пока пока